Искусственный интеллект это воссоздание человеческого интеллекта в компьютере. Все больше и больше людей пользуются этой технологией, чтобы в какой-то степени облегчить себе жизнь, заставляя машины выполнять обыденные задачи. Однако немногие знают, как ученые и IT-специалисты добились такого уровня развития искусственного интеллекта. Вообще процесс познания у искусственного интеллекта происходит исключительно благодаря человеку, который с особой старательностью вводит вручную данные, на которые впоследствии опирается робот. При использовании обучения с учителем задаются определенные входные и выходные данные. Если выходные данные не соответствуют ожиданиям, то компьютер сделает корректировку расчетов. Этот процесс повторяется из раза в раз, пока машина не сделает все без ошибок. Кроме того, существует так называемое глубокое обучение. С его помощью можно обучать искусственный интеллект прогнозированию выходов на основе набора входных данных. Процесс обучения ИИ это модели, которые называются нейронными сетями, которые моделируют работу примерно человеческого мозга. То есть они фактически, впитывая входные и выходные данные, постепенно совершенствуют некую возможность на определенные входные данные давать ответ, который похож на то, что вы сказали что-то человеку, а он на это отреагировал. Технологический прогресс позволяет задать закономерный вопрос. А сможет такая система стать полной заменой человеческому мозгу и человеку в целом? Ответ до сих пор остается размыт, так как доподлинно неизвестно, какого прорыва в будущем смогут добиться ученые. Однако сам факт полного соответствия нейронных сетей человеческому мозгу отрицается многими специалистами в этой области. Самым главным аспектом является отсутствие эмоционального интеллекта. Наша способность мгновенно реагировать на проблему творческими решениями и сопереживаниями не имеет в себе равных и не может быть реализована не на одном компьютере мира. Конечно, он может вытеснить некоторых людей, потому что есть уже, во-первых, прецеденты. Ну, собственно, как и любая инновация, она вытесняет людей. То есть, когда появилась автоматизация на заводах, то резко упало требование к квалификации рабочего и, соответственно, какие-то элементарные операции были заменены на станки. Собственно, вот здесь происходит примерно то же самое. Но вопрос в том, как человек может интегрировать такие нововведения. Например, вот я знаю, что в сфере работы с социальными сетями копирайтинга сейчас старается себя GPT использовать как инструмент, который помогает для того, чтобы генерировать объемы текста, а потом, собственно, настоящий копирайтер, он как-то редактирует. Правда ли, что в скором времени нейронные сети настолько разовьются, что смогут полностью вытеснить с собой человеческий труд? Ко всеобщему удивлению, такая практика уже существует и даже активно применяется. Ярким примером стали заводы и фабрики, работников которых заменили уже такие привычные всем станки. Под эту же самую гребенку попадут и копирайтеры, и другие работники умственного труда. Но заменить людей, чья работа подразумевает непосредственное участие человеческого нестандартного мышления, которое не подстраивается ни под один алгоритм, скорее всего, будет практически невозможно даже всесильной машине. Вот все, что связано с постановкой задачи, формулированием поискового запроса, понимаете, искусственный интеллект не может сформулировать задачи и сформулировать какие-то сложные конструкции, связанные с летательными аппаратами. Нам все равно должны быть люди, которые хорошо знают, все законы термодинамики, какие-то законы физики, причем и открытые, и еще не открытые, которые еще надо открывать, которые еще, возможно, надо в процессе опробировать открытие, и потом внедрять, и понимать, куда и зачем это внедрить. Один из самых интересных фактов об искусственном интеллекте заключается в том, что в отличие от статического кода он запрограммирован на обучение. Это означает, что он может развиваться сам по себе. Многие эксперты предсказывают, что когда-нибудь в ближайшем будущем искусственный интеллект достигнет сингулярности и сможет стать умнее людей. Возможно, он даже сможет мыслить по существу, эволюционируя в новый вид. И если эта фантастика действительно станет реальностью, человеческая раса столкнется с серьезной проблемой. Елизавета Газизянова, Андрей Багаудинов, Универньюз.